МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Показывает Вячеслав Титов. О сервисном обслуживании и качестве топлива в постоянных рубриках программы «Автозаправка» и «Автоконсультант». Обочина с незакрепленным щебнем, конечно, очень опасна, чем? Если водитель на скорости будет на нее съезжать, в результате можно добиться того, что мы забросаем камнями проезжающий рядом транспорт, отсюда сколы на лобовом стекле и так далее. Поэтому мы показываем, как это делается. Скорость у меня сейчас 80 км в час, включая указатель поворота. Сзади едущий водитель получает информацию, что я буду останавливаться. Я прижимаю автомобиль к краю проезжей части, потом снижаем скорость путем торможения двигателем. Вне населенного пункта надо обязательно этот способ торможения применять. А потом уже, когда автомобиль буквально достиг скорости 30-40 км в час, я уже съезжаю на обочине. Маневр остановки завершен, указатель поворота отключается, ставится автомобиль в стояночный режим. Ну, посмотрите, какой щебень у нас на обочине. Конечно, он из-под колес, когда колесо наезжает на него, надавливает, упругая резина надавливает на камень. Он, конечно, летит в разные стороны. Поэтому тот, кто пользуется обочиной, начинает движение, останавливается, движется. Надо всегда учитывать, что вот этот каменный материал, он разлетаясь во все стороны, летит в наши ветровые стекла. Вот этот автомобиль, он заднеприводный. Поэтому, когда мы сейчас с вами поедем, если резко начнем движение, то из-под задних колес начнется отделение камня. В лобовое стекло кому-нибудь попадет, тот владитель сможет остановиться вплоть до вызова ГИБДД на место ДТП, потому что, когда наносится материальный ущерб, это событие превращается в дороже-транспортное происшествие. Поэтому, прежде чем начать движение, нужно убедиться, что маневр будет безопасен, никому помех не создаст. И вы плавно просто начинаете движение по обочине, а потом уже выезжаете на проезжую часть без резких движений. А уже оказавшись на твердом покрытии, уже начинаете разгон транспортного средства. То есть, вот таким образом это все должно происходить. Наличие в топливе моющих присадок не дает эффекта при разовом использовании. При длительном использовании уровень нагара на свечах в 2-3 раза меньше, чем на обычном базовом топливе. Данные присадки используют на сегодняшний день только зарубежные производители, такие крупные, как компания Shell, BP, Nesty. Но данные производители на рынке даже Свердловской области не присутствуют. Поэтому мы не имеем возможности побаловать свои автомобили. Однако у жителей Нижнего Тагила в ближайшее время появится возможность заправить свои автомобили более качественным топливом. Это брендовое топливо с пакетом моющих присадок практически на сегодняшний день уровня евро 4. Таким образом, евро 4 будет представлено и в Нижнем Тагиле. Масло и автомобиль – два эти понятия неразделимы. Масло служит для уменьшения трения и износа деталей. Поэтому масло необходимо менять не реже, чем раз в год, либо через 15 тысяч километров. Продолжение следует...